Итак, разбираем задачи муниципального тура Олимпиады 9 класса. Первая задача. Когда две лодки равномерно двигаются навстречу друг другу, первая по течению, а вторая против течения реки, расстояние между ними сокращается на 20 метров за каждые 10 секунд. Если скорость первой лодки относительно неподвижного наблюдателя на берегу увеличить в два раза, а скорость второй относительно него увеличить на 4 метра на секунду, то при равномерном движении обеих лодок по течению расстояние между ними будет сокращаться на 5 метров за то же время. Каковы первоначальные скорости лодок относительно воды? Дана скорость течения реки 1 метр в секунду. Возможное решение. Рассмотрим движение в двух системах отсчета. Подвижную систему отсчета свяжем с водой и рассмотрим в первом случае движение лодок в подвижной системе отсчета. Относительная скорость движения лодок, поскольку они двигаются навстречу, V1 плюс V2 равно дельта L1, деленное на дельта T. Итак, записаны обозначения. Возначение V1 скорость первой лодки относительно воды, соответственно ее скорость относительно берега, добавляется скорость течения реки плюс U. V2 скорость второй лодки относительно воды, в скобочках определена скорость второй лодки относительно берега. Дельта L1 – время сближения и расстояние, на которое сближаются лодки. И дельта T – время сближения, время, в течение которого они сближаются на 20 метров. Теперь рассматриваем второй случай, когда лодки обе двигаются по течению. V1 – скорость первой лодки относительно берега со звездочкой относительно воды во втором случае. V1 – скорость второй лодки относительно берега со звездочкой относительно воды в этом же втором случае. И далее мы записываем скорость первой лодки относительно берега и связываем ее со скоростью лодки относительно берега в первом случае. Эта скорость выросла в два раза. 2 умножить на V' или 2 умножить на V1 плюс скорость течения реки. Отсюда находим скорость первой лодки в подвижной системе отчета во втором случае. Ту же процедуру проделываем и для второй лодки, учитывая то, что скорость второй лодки увеличивается на 4 метра в секунду. Итак, вы нашли V2 со звездочкой. В этом случае, поскольку лодки двигаются в одном направлении, обе по течению реки, относительная скорость сближения лодок V1 минус V2 будет дельта L2 деленная на дельта t. Теперь, подставив значения скоростей, мы их получили. Вот у нас V1 со звездочкой и V2 со звездочкой. Получаем следующее выражение. Вот это выражение. Затем составим систему уравнений, которая связывает скорость лодок в подвижной системе отчета в первом случае с расстоянием и скорость лодок во втором случае тоже с расстоянием. Для решения этой системы подставим числа дельта L2, дельта L1, дельта t и скорость течения реки и получаем вот такую систему. Решая эту систему уравнений, получим две значения скорости. Но решить ее можно следующим образом. Прежде всего, если мы сложим уравнение, получим выражение для скорости V3. 3V3 равно 2 плюс 3 вторых. Отсюда находим V1 и затем, подставляя V1 в первое или второе уравнение, находим V2. Вторая задача. Грузовик длиной 5 метров, движущийся с ускорением 0,5 метров в секунду, въезжает на мост длиной 500 метров. Известна скорость грузовика в момент въезда на мост – 56 километров в час. В момент въезда на заднюю часть кузова села ворона. Когда нос грузовика достиг середины моста, ворона слетела с машины и со скоростью 6,8 метров в секунду относительно машины полетела назад с ускорением 0,2 метра в секунду. Какой путь пройдет грузовик к тому времени, когда ворона снова окажется на краю моста? В процессе вычисления результат округляет для десяток. Ну вот вначале даем обозначение. L1 – длина грузовика, L2 – длина моста, A1 – ускорение грузовика, A2 – ускорение вороны. Скорость грузовика в момент въезда на мост переводим в метры на секунду. V02 – скорость ворона относительно грузовика, начальная скорость. Ну, прежде всего мы ищем время, за которое грузовик достигает середины моста. То есть когда он пройдет путь равный L2, деленное на 2. Поскольку он двигается с ускорением, то S равна V0T плюс A1T квадрат. И получаем квадратное уравнение относительно T. Решая его, получаем искомое время. Зная время, мы можем определить скорость грузовика на середине моста. Она выросла по сравнению с начальной до 21,8 метров в секунду. Теперь ворона слетает с машины относительно грузовика со скоростью 6,8 метров в секунду. Найдем скорость вороны относительно Земли в тот момент, когда она слетела с машины. Поскольку ворона слетает в сторону противоположного движения грузовика, мы из скорости грузовика вычитаем начальную скорость вороны и находим начальную скорость вороны относительно Земли. Причем она направлена в сторону противоположную движению грузовика. Учтем, что направление этой скорости совпадает, а ворона летит в противоположном направлении. Найдем время, за которое ворона достигнет края моста. Смотрите, ворона должна пролететь путь L пополам минус L1, поскольку ворона сидела на краю кузова. То есть путь ее оказался меньше на длину грузовика. Скорость, поскольку ворона летит в противоположном направлении, отрицательна. Решая уравнение, получаем исходное время 169,9 секунды. Значит, нам теперь нужно найти путь, который грузовик пройдет за это время. Теперь в качестве начальной скорости берем скорость грузовика на середине моста, то есть 21,8. Ну и, наконец, подставляя время, получаем путь 10,9 километров. 10,9 километра. Вторая, третья задача. Метровая балка с подвешенными на концах грузами М и 2М закреплена на опоре. Определить положение опоры относительно одного из концов балки, если равновесие грузов можно достичь в двух случаях. Первый случай. На меньший груз положить добавочный груз массой 0,3 килограмма. И во втором случае, на больший груз опустить в воду. При этом объем вытесненной воды составил 100 миллилитров. Плотность воды дана. Итак, обозначим М массу меньшего груза, 2М масса второго груза, М1 масса добавочного груза. Пусть Х расстояние от конца балки, на котором подвешен меньший груз до опоры. Тогда плечо второго груза будет единица минус Х. Напоминаю, балка длиной 1 метр, поэтому единица минус Х. Воспользуемся условием равновесия, равенством моментов сил, действующих на балку справа и слева от опоры. Запишем условие равновесия для первого случая. Итак, М плюс 1 на G Х равно 2МЖ единица минус Х. Или сокращая G мы получаем вот такое выражение. Здесь у нас две неизвестных. Масса и неизвестна величина Х. Плечо силы действующей, то есть меньшее плечо нашего рычага. Рассмотрим второй случай, когда больший груз погружен в воду. В этом случае на больший груз, помимо силы тяжести, рычага действует еще и выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме погруженной части тела. Итак, момент силы, действующий на меньшее плечо рычага и момент сил, действующих на большее плечо рычага. Опять-таки, сокращая на ускорение свободного падения, получаем такое выражение. Подставим значение массы добавочного груза, объема 100 мл и плотности. Кроме того, 100 мл мы должны перевести в кубические метры, миллилитры. Итак, получили систему уравнений. Решая эту систему уравнений, получаем выражение для х. 0,1 деленное на 0,4 равно 0,25. Итак, ответ х равно 0,25. Соответственно, большее плечо будет 0,75. Четвертая задача. Хозяйка налила в чайник 2 литра воды при 20 градусах Цельсия и поставила на плитку мощностью 2 кВт, чтобы вода закипела. Отвлевшись на другие дела и вспомнив спустя полчаса о чайнике, обнаружила, что часть воды выкипела. Отключив нагрев, долила опять холодную воду в чайник до объема 2 литра, затратив на это 15 секунд и вновь включила нагрев, чтобы вода в чайнике закипела. Определить полное время, то есть время с момента первого включения плиты, кипячения. Потери тепла в момент выключения плитки для добавления воды считать минимальными, то есть мы их пренебрегаем. Дана удельная теплоемкость воды и удельная теплота парообразования воды и плотность воды. Итак, решение возможное. Полное время нагрева чайника до 100 градусов равно первому времени, полчаса, когда в чайник было налито 2 литра воды. Время 15 секунд, когда плитка была выключена. И, соответственно, Т3 – это время нагрева чайника после добавления в него воды. Итак, определим массу воды в чайнике по формуле. Поскольку объем нам дан, значит масса воды 2 килограмма. Итак, поскольку мы знаем, что количество теплоты, которое было затрачено на нагрев и испарение воды в течение получаса, которая составляла мощность плитки на время Таоа-1, мы можем составить уравнение теплового баланса и определить массу испаряющейся воды. Итак, это нагрев воды до 2 килограмм воды до 100 градусов, а М1 – масса испарившейся воды. Отсюда находим массу испарившейся воды, она составляет порядка 1,3 килограмма. Далее, мы туда налили опять холодной воды при 20 градусах. Определим температуру воды в чайнике после добавления в него холодной воды, составив второе уравнение теплового баланса. Та часть воды, которая 0,7 килограмма, которая была при 100 градусах, она будет тепло отдавать, а вода при 20 градусах, наоборот, будет принимать эту теплоту. Отсюда находим вот эту температуру, которая установится в чайнике. Температура окажется 53 градуса Цельсия. Теперь время нагрева чайника после добавления в него воды определим из уравнения теплового баланса. Итак, масса по-прежнему 2 килограмма, но нагревается эта вода уже до 100 градусов от температуры 53 градуса Цельсия. И количество теплоты, которое затрачено, это та теплота, которая дает плитке. Из уравнения теплового баланса находим Т3. Тогда полное время нагрева чайника будет Т1 в секундах, полчаса переводим, плюс Т2, плюс Т3. То есть получается 2012,4 секунды или 0,559 часа, ну или 0,56 часа. Так, пятая задача. Нужно придумать схему электрической цепи, состоящей из источника двух ламп, звонка и четырех ключей, чтобы в ней выполнялись следующие условия. Если горит лампа 1, если замкнуть один ключ, то горит лампа L1, если замкнуть второй ключ, то горит только лампа L2, при замыкании ключа 3 должен работать звонок, и если замкнуть ключ 4, то одновременно должна гореть одна лампа и должен звенеть звонок. Лампа может гореть неполным накалом. Возможная схема устройства дана на рисунке. Когда мы замыкаем ключ К1, у нас цепь получается источник лампа, и в этом случае горит только лампа L1. Если мы замыкаем ключ К2, то цепь у нас включает источник, лампу L2, и все. И в этом случае гореть будет лампа L2. При замыкании ключа К3 у нас в цепь входит источник, ключ К3, звонок, и все, и будет звенеть звонок. А вот замыкая ключ К, мы получаем цепь, источник, лампа L1, ключ К, дальше идет звонок, и снова цепь замыкается на источник. Будет загораться лампа L1 и ключ К. Вот это одна из возможных схем. Все пять задач, которые предлагаются на Олимпиаду ученикам девятого класса.